многие из вас до сих пор еще не знают что такое майнинг и как с его помощью мы можем зарабатывать само слово майнинг означает добыча полезных ископаемых одно из самых известных полезных ископаемых которых мы знаем это золото естественно золото добывают в карьерах ну и чтобы добыть один килограмм золота нужно перекопать сотни тонн земли чтобы добыть один килограмм золота на это очень много идет затраты сил энергии людей техники но все-таки они этим занимаются они это продолжают делать потому что это выгодно чтобы вы понимали золото она не бесконечная она заканчивается с каждым годом его становится все меньше тяжелее добывать но если мы посмотрим на всю историю развития золота его цена постоянно росла почему же так происходит происходит потому что мы люди его покупаем сколько бы она не стоила мы его покупаем люди нуждаются в золоте они его покупают делают украшения перепродают растет хранят еще покупают и плаца постоянно цена растет потому что есть спрос на золото если вдруг когда-то в один день все люди скажут зачем нам золото мы больше в нем не нуждаемся что произойдет цена на золото начнет падать и будет падать до того времени пока не обесценится полностью так но здесь мы будем говорить мне о золоте а вернее о золоте только электронном золоте и на сегодняшний день статус электронного золота заслуживает криптовалюта bitcoin bitcoin она bitcoin создали в 2009 году и в то время цена на bitcoin просто была ничтожная можно было за 5 долларов покупать тысячу биткоинов и со временем люди начали интересоваться начали покупать начали строить фабрики фермы и добывать этот bitcoin и сейчас спустя десять лет один bitcoin стоит практически десять тысяч долларов у биткоина также есть форки два форка которые создали для того чтобы немножко разрядить сеть биткоина это форк bitcoin кэш и также форт bitcoin св но как получилось все люди самые богатые у кого было больше всего биткоинов стало еще и больше всего bitcoin кэша и bitcoin св то есть если у меня есть сто тысяч биткоинов когда создали форт биткоин кэш у меня появилось еще сто тысяч биткоин кэша как-то не очень справедливо получается но на сегодняшний день создали еще один новый биткоин называется биткоин больт его создали 7 месяцев назад по такой же технологии как и сам биткоин такое же какие количество монет 21 миллион и также добывают такими же майнерами как и сам биткоин только с точки зрения технологии намного технологичнее и намного безопаснее и также это криптовалюта одна из самых перспективных с точки зрения майнинга на как минимум дальнейших пять лет ну и также одно из самых главных то что это самая безопасная криптовалюта из всех пяти тысяч существующих криптовалют почему так произошло потому что когда создали криптовалюту bitcoin боль создали три дополнительных ключа безопасности то есть допустим система антивор если к вам на кошелек забрался какой-то хакер и украл ваши bitcoin боль ты у вас есть 24 часа на то чтобы вернуть ваши же средства поэтому эта монета очень интересно всем как и биржам так и нам людям которые хранят свои средства и которые опасаются за то что кто-то может их взломать идем дальше как же все таки происходит добыча криптовалюты допустим есть фабрика на фабрике установлены эти компьютера майнеры они очень дорогие они кушают очень много электроэнергии они очень шумные и эти компьютера с помощью интернета они подключаются к интернету делают очень сложные сложнейшие математические вычисления и с помощью этих математических вычислений создают новую цепочку эта новая цепочка называется блокчейн то есть с каждой новой созданной цепочкой сеть вознаграждает майнеров новыми монетами то есть в это поверить как-то ну просто не ну нереально как получается что с интернета добываются деньги но на самом деле да это работает уже очень много лет поэтому как мы как мы смертные люди можем заработать с помощью майнинга есть два варианта купить взять себе эти машины эти майнеры взять в аренду какое-то помещение на это на работу какого-то программиста который понимает что он делает как подсоединить как добывать все остальное главное чтобы он у вас не не своровал это все платить ему деньги но естественно главное качество вы должны быть в стране где электричество очень дешево если вы в стране допустим в испании где электричество очень дорогое то это этим заниматься не выгодно то есть это как один из вариантов заработка с помощью майнинга ну и есть конечно же второй вариант это вариант который нам предоставляет компания майнинг сити то есть она дает возможность каждому человеку взять в аренду мощность этих машин этих майнеров чем больше у нас у нас в аренде мы берем в аренду мощности тем больше мы зарабатываем те больше монет мы получаем на свои кошельки каждый день аренда нам дается на 1100 дней это очень интересно это очень интересно с точки зрения того что нам не нужно заморачиваться покупать какие-то машины на нем нанимать на работу каких-то программистов платить за свет за аренду то есть мы с помощью телефона с помощью своего компьютера выверяем их вводимый план берем в аренду мощность и каждый день зарабатываем принимаем на свой счет монеты очень выгодно сейчас добывать криптовалюту именно криптовалюту bitcoin боль потому что мы помимо того что мы зарабатываем от майнинга также мы еще и зарабатываем на росте этой криптовалют что мы с ней можем сделать мы можем ее сразу же каждый день брать обменивать на доллар на гривну на евро на все что нам угодно и покупать все что нам просто пожелается но также мы можем их хранить и ждать пока они растут потому что рост происходит практически каждый день с момента за шесть месяцев монета выросла больше чем на 20 тысяч процентов то есть вы понимаете как какой рост монет и они планируют сделать за четыре года то что bitcoin сделать за 10 лет то есть понимаете какое будет развитие сумасшедшая за такое короткое время поэтому этим нужно пользоваться и просто не упускать такую возможность такой шанс который просто я думаю что может появиться только один раз в жизни ну и конечно же в конце я хочу пожелать вам всем на это на этом я закончил но и в конце хочу вам пожелать вам всем того что что желаю сам себе постоянно меньше слушать людей советчиков которые нам советуют сделать то это или то но больше слушать самого себя слушать свой внутренний голос слушать свою интуицию и слушать то что нам говорит душа если мы научимся это делать то в нашей жизни будет присутствовать постоянно успех и наша жизнь будет пошли полна изобилия на этом все я прощаюсь до свидания